Друзья, для канала Фондова программа «Люди. Дело», которая сегодня выходит таким усеченным составом. Я Алексей Ирбиский, кроме меня в студии находится наш гость, знакомец Андрей Болсуновский, глава крестьянского хозяйства официально именуемого ферма «Коза Береза», член общественной палаты. И я бы хотел начать с вопроса, который наверняка лидирует в списке популярности вопросов, задаваемых по поводу вот этого бизнес-направления. Почему ферма, почему «Козия»? Это немножко такая история принятия решения. Когда это случилось и, собственно, по какому поводу? Ну, это уже достаточно... Сейчас так кажется, что это было достаточно давно, три года назад. И время летит... Да, потому что я, как сейчас помню, как-то все дело начиналось. Нет, на самом деле идея сама по себе, наверное, все-таки витала, когда-то долго занимался банковским бизнесом. Просто не было времени этим всем заниматься в то время. Вот. Это все с чего-то, собственно говоря, хотелось. Оно как-то никак не облекалось в эту самую. Казалось, что это достаточно просто. Вдруг там что-то поменять в своей жизни и заняться чем-то кардинально противоположным и, в первую очередь, тем, что нравится. Ну, и вот где-то в 2010 году я ушел из банка. Ну, в 2012 я понял, что уже скучно, надо что-то делать. Вот. И быстренько там в течение полугода я все делаю достаточно быстро. Если что-то придумал, мне надо срочно воплощать. Ага. Понимаешь? Вот и быстренько в течение полугода решила, что надо замутить вот такой интересненький проект, который там не то, чтобы это было просто классическое сельское хозяйство, мне, наверное, не очень интересно, потому что, ну, не вижу я себя руководительственно комплекса аграрного большого. Да, может быть, бы я, конечно, исправился. Впрочем, никто и не зовет, на самом деле. Вот. И, ну, мне это как-то вот совсем даже неинтересно. И вот, и как раз вот в году, в 2012 я покатался по Австралии достаточно много, там хорошенько и в глубину, то есть не только в Сидуле, да, просто в Сидуле. Такая аграрная территория. Да. И там вот эти вот миленькие маленькие фермочки, такое все прикольненькое, чистенькое, ухоженное. Вот. Это когда вот там фермерские продукты, выкладываются вдоль федеральной, на федеральной трассе, там просто стоит тележка, на ней лежат фрукты, там еще молоко, еще что-то, и нужно просто рассчитаться, положить деньги в баночку, для меня и до сих пор еще не выкладывается в голове, если честно. Тем не менее, это там практикуется вообще постоянно, да. Вот. Это все так было навеяно такими хорошими отпускными, хорошими отпускными моментами, казалось, что это все воплотить достаточно просто и в Красноярске, что-то сделать похожее, да. Вот. Я там был на двух фермах, которых там зафотографировали, который потом понял, когда сюда приехал, понял, что очень много в условиях Сибири. А можно заниматься сельским хозяйством в Австралии, понимаете, когда там у тебя не нужна кормовая база, потому что там круглый год плюс 20, да. Когда у тебя все же сооружения и здания, которые тебе нужны, это один навес от этого самого дождя и ветра с двух сторон, да, там с трех, можно с четырех, не надо городить, да. Если у тебя есть три коровы, то тебе уже фактически государство субсидирует сто процентов затрат на их кормление. То есть, вот. У нас, конечно, действительность достаточно такая, достаточно серьезно отличается от себя. То есть, по сути, это был такой дауншифтинг, не подразумевающий отъезд, но создание некого комфортного такого пасторального пространства, да еще и с неким бизнес-уклоном. Да, бизнес-уклоны там, да. Мне нравились определенно козы сами по себе, да, потому что это достаточно умное животное, достаточно неизученное. Плюс, с точки зрения какого-то бизнеса и категорически, козоводство очень популяризировано, популяризуется сегодня, и очень мало нормального, качественного материала племенного. Вот, мы своих первых коз вообще целый год добивали, чтобы привезти в стране два племянных продукта, у которых все расписано по квотам. То есть, причем за границу наши козы едут, но в Мариановские районы вывезти достаточно сложно было. Вот, поэтому, поэтому, с этой точки зрения было, ну, никто же в то время не знал, сколько может подводных камней под этим вот всем быть. Вот, и, в общем-то, ну, потом уже, когда мы вступили на эту студию, отступать просто было уже некогда, поэтому. Ну, несмотря на всю романтику и тот блеск глаза, с которым ты обо всем этом рассказываешь, я знаю, ты серьезный человек, поэтому я думаю, что это был серьезный бизнес-провер, существовал бизнес-план, существует объем первоначальных инвестиций и так далее, и так далее. Вот, примерно сколько стоит замутить вот такое вот фермерское хозяйство? Я вам могу сразу сказать, для того, чтобы замутить фермерское хозяйство в пределах Красноярска, там, 50 километров от Красноярска, значит, вы в первую очередь должны решить вопросы с землей. Потому что, если у вас их не будет, да, это достаточно неплохие такие деньги получаются. Это там везде, это у нас этих земли, когда на них сверху смотришь, и на кадастровую карту смотришь, они ничем не заняты. Это земля сельхозного значения, которая, в общем-то, никому на данном этапе не принадлежит официально. Ну, как только по закону ты пытаешься обратиться и взять кусок этой земли, да, ты их просто категорически не получишь никак. То есть, ну, вот мы три года боролись через суды, там, чего-то у меня не было, да, на самом деле. Я имею очень много врагов в этом плане, понимаете. И кончилось это тем, что я понял, что потом, что не будет ни фермы, не будет ни фермы, ни, собственно говоря, может быть, и не меня, потому что, если что-то не предпринимать, был просто-напросто, был куплен земельный участок, три земельных участка небольшие, в том месте, в котором я хотел, по крайней мере, она была частная, вот, у некоторых знакомых депутатов. Значит, был выкуплен участок, и, в общем-то, до сих пор мы, я не имею, до сих пор моё хозяйство не имеет ни одного гектара, ни одной сотки земли, которую мне должно предоставить государство в рамках федерального закона. До сих пор мне никто ничего не дал. До сих пор мы судимся, до сих пор мы боремся, до сих пор, значит, пытаемся что-то с этим сделать. На самом деле, чего-то мы, наверное, добьёмся, добьюсь я лично, потому что из вредности, насколько это мне сейчас уже нужно. Вопрос. Вот. Ну, как начинать малые формы хозяйствования на селе вот к человеку, который просто хочет работать, я, по крайней мере, без хорошей базы, я, по крайней мере, в сегодняшних реалиях не вижу, не считаю, что это хоть как-то реально. Ну, то есть, заниматься фермерством, у меня здесь, кстати, был вопрос про поддержку фермерских хозяйств, но, в общем, я сейчас понимаю, что это вещь такая эфемерная. Это не эфемерная вещь. Я вам касательно поддержки фермерских хозяйств, я могу вам рассказывать очень много, да, у нас есть общественная организация, которая я там даже в грантовой, я получал небольшую поддержку, на самом деле, в 2013 году. Вот. Есть такая ситуация, есть законодатель, который вот сидит там в Москве и говорит, надо поддерживать фермеров. Есть и находятся на это деньги. Есть, значит, у нас абсолютно меняемый орган, который работает с фермерством, да, это Министерство сельского хозяйства. Нам еще с ним повезло, я вам хочу сказать, в других регионах бывает очень грустно. Вот. Вроде как тоже, которая понимает. Но есть еще вот эти вот удельные князьки главы районов, которые вот если, то есть наш законодатель, вот здесь вот что-то придумал для того, чтобы, да, сказал, будем поддерживать фермерство. Но в то же время вот этим вот князькам передал полномочия по распределению земель, по выделению этих земельных участков. И если глава района не захотел тебе выделить участок, а теперь вообще глава сельсовета, теперь вообще с прошлого года стало еще чутьнее, теперь уже главы сельсоветов этим распоряжаются, уже даже не главы районов, то ничего невозможно сделать. И нет сегодня никакого инструмента воздействия на этого главу. Только вот может быть как-то там договориться, каким-то там способом. То есть это, я считаю, что это огромная законодательная ошибка, которая поставит у нас, видимо, крест на мелкие формы хозяйствования вообще в деревне. То есть фактически получается, что все у нас сегодня предоставление земли, оно фактически зависит от главы сельского совета. Ну, это абсурд, я считаю. Хорошо, мы сейчас рискуем скатиться в несколько политическую законодательную плоскость. Давай вернемся непосредственно к бизнес-истории. Я хочу понять, как это устроено. Вот козья ферма, что это такое? Это какое-то здание. Как вот они ходят, что они там делают? На самом деле... Не, мы проедем туда завтра, кстати говоря. Да, приезжайте. На ферме Казадеризава уже не было только ленивых, на самом деле. На самом деле, когда планировался этот проект, он планировался абсолютно коммерческим проектом, то есть в котором должно было зарабатываться деньги. С какой-то социальной подоплекой, с рабочими местами и всем остальным. Но у меня там раньше занимался птицеводством. То есть у меня было такое хобби, достаточно дорогостоящее, там на даче, там я привозил каких-то птиц, тут там, самолетом они прилетали, за границей они прилетали. Экзорикой, да? Да. Но это были именно, допустим, если это курица, значит, это курица. Значит, это шесть пород одной... Шесть расцветок одной породы, например, понимаешь. То есть это всё... Значит, это всё было. Вот. Потом у меня началось... Ну, там у меня достаточно большой дачный участок. Потом у меня началась проблема такого свойства, что у меня постоянно на выходные, когда я там туда сам только приезжал, еще работая на прежней работе, на выходные отдохнуть, у меня постоянно кто-то приезжал, просил сюда, можно посмотреть, а можно посмотреть, а можно посмотреть, вот это вот можно посмотреть, меня уже потом через два года начал напрягать и раздражать, но никуда не денешься. Значит, поэтому здесь мы, когда здесь, мы обнесли забором территорию, написали «Козья ферма», там еще поставили какой-то магазин, в 2013-м, в том же году, все очень быстро было, в 2014-м, в 2013-м. Вот, то появилась масса желающих, которые хотели посмотреть этих козочек, то есть не купить, ничего, им надо было просто это посмотреть. И вот эти вот звонки по поводу того, что а можно мы пройдем, потому что все-все знают, да, а нельзя проходить на эту территорию, потому что она производственная, тут никак нельзя проходить, потому что чего у нас достаточно, так это ветеринарного контроля, у нас с ветеринарной помощью очень плохо, с контролем все хорошо на самом деле. Вот, значит, вот поэтому быстренько участок зонировался, и вот оказалось, что у нас есть два входа, да, там есть часть экспозиционная, куда, собственно говоря, можно прийти, погулять с детьми, посмотреть именно про животных, которые нас кормят, то есть от свиней до коз, до коров, там, лошадей, там, и так далее, овец там три вида только, да, вот, чтобы дети имели представление. У нас в прошлом году была экскурсия, я вам расскажу, пятый класс, да, три ребенка, три ребенка, значит, там было человек 20 детей, значит, потом стали разговаривать про молоко, про корову, три ребенка из запрошенных мной, просто я там случайно рядом оказался, три ребенка понимают, что молоко дает корова, а творог, сметану нет. Причем на полном серьезе и с этим самым, что это из чего-то вырабатывает, я говорю, в смысле, откуда, вот возьмем, то есть мысли нет, что творог – это производное молоко, это мы учим детей до пятого класса, какого-то вообще, не это самое. Ну, очевидно, их планшеты, гаджеты об этом не рассказывают, они интересуются исключительно другим, то есть, я так понимаю, два в одном, и некое производственное хозяйство, и вот такое открытое эко-пространство, где, в общем, можно как-то вот получить поверхностное представление о сельском хозяйстве. Да, о сельском хозяйстве, по крайней мере, о сельском хозяйстве, по крайней мере, о сельскохозяйственных животных, именно сельскохозяйственных, там сейчас у нас там в этом году немножечко решили еще в этом направлении, как и планировать, поразвивать это направление. У нас там появились какие-то партнеры. В этом году там еще будет масса грядок, там можно будет смотреть еще огородничество. На самом деле мы будем проводить какие-то открытые уроки. В общем, ровно то, что сегодня население запрашивает. И, кстати, очень интересно, очень много детей к этому тянутся. То есть, к сожалению, городская наша среда сегодня, она никак к этому не располагает, ничего похожего не предлагает. Мы находимся достаточно близко от города. И это направление в ближайшие два года мы будем развивать достаточно серьезно. Именно развлекать, именно познавательную часть, на самом деле. Мы никак не собираемся уходить и стать парком каким-нибудь очередным, с закатанными асфальтом дорожками. Это неинтересно, это неправильно. У нас достаточно неполноценных парков в городе. Поэтому попытаемся это все-таки развивать и будем в зависимости от того, что, собственно говоря, хотят, хочет получить население и в первую очередь дети. Хорошо. От просветительской деятельности непосредственно к производству фермерского свойства перейдем сразу после рекламы. Друзья, программа «Люди Дила» продолжается крайне увлекательный разговор с Андреем Болсуновским. Но про творог я все-таки, в отличие от детей, чего-то там понимаю, откуда что. Я хочу понять, что вообще можно взять с козы, чтобы потом это продать. Молоко, мясо, что-то еще? Молоко, на самом деле, в первую очередь, по той простой причине, что с качественным козьим молоком у нас очень плохо. Большой промышленной фермы, видимо, все-таки не ожидается. Личные подсобные хозяйства бабушки, которые держат коз, они ни рынок, собственно говоря, насытить не могут, ни качественных, ни предложить качественный товар с соответствующим ветеринарным контролем. Поэтому педиатры с большим удовольствием рекомендуют молоко козьей, особенно маленьким детишкам. Оно считается предельно приближенным к материнскому, особенно искусственникам. В первую очередь, это молоко, все остальное. Можно много чего придумывать сквозь его молока, на самом деле, если бы оно оставалось. С козьим молоком так все, в общем-то, у нас мы сегодня уже, мы не хотим ни в коем случае терять свой формат. То есть мы такая маленькая деревенская фермочка, которая, собственно говоря, вот в этом должна остаться. Ну, все равно, раз уж ты в теме, оборудование для фермерских хозяйств, для какого-то вот такого приусадебного или вообще какого-то производства, отечественного производителя может как-то закрывать нужды? Сейчас появился. Сейчас появился. Вы знаете, не было особой необходимости у отечественного производителя этим заниматься. Согласен. Да, ровно до того момента, пока курс был доллара 30, а евро 38, наверное, никого не напрягал. Сейчас появляется оборудование сельскохозяйственное для малых форм хозяйства, оно появляется достаточно неплохое. Достаточно качественное, оно еще субсидируется, иногда там для фермеров можно попасть в какую-нибудь программу по субсидированию процентов 20-30 стоимости. К сожалению, пока наши трактора никак все-таки, ну вот, ну явно пока не могут. То есть фермеры все равно предлагают закупить задорого, ну там, даже вот если у него единственный трактор в хозяйстве, ну купить задорого, а лучше импортный, чем этот самый. И все вот это вот мелкое, все вот это вот мелкое оборудование, я думаю, что в принципе никто сегодня особо пока не озадачен тем, чтобы все все мелкие фермерские хозяйства каким-то образом получать от них, чтобы получать от них заказы и в принципе понять, что собственно говоря надо. Да, появился всякий пластик, там кормушки, поилки, которые в больших количествах продаются, это штампуются формы, они все по пресс-формам импортные. То есть из нашего пластика, причем прямо скажем, совсем даже не фонтан пластик, импортный лучше, вот, прессуются достаточно дешевые, достаточно дешевые вот этот вот импортозамещенный такой вот такое оборудование, такой не продукт, который, ну, достаточно быстро придет в негодность. Пока импорт, ну, то в этом плане, в промышленном, я думаю, что достаточно далеко осталось наше производство, ну и кому он особо выступает, особо производить. Пока нет альтернативы импорту, но мы прекрасно без него обходимся. Я вас уверяю, что это просто был кич, которому очень все красиво, хорошо выглядит. Ваня, а вот эти карма, прививки, добавки, что они у вас едят там? Касательно прививок, препаратов медицинских, мы перешли практически на Россию, да, потому что это все нужно, в общем-то, и они есть достаточно неплохие. Касательно добавок, то же самое, ну, быстрого эффекта не поймешь, но бывают проблемы, то есть мы общаемся достаточно на большое количество, общается вот этих мелких фермеров, владельцев ЛПХ. есть альтернатива, вся завозимая, то есть у нас в регионе ничего не производится в этом плане интересного, абсолютно. Вот, в качестве нормального премикса, нормальный, ближайший, ближайший премикс, который относительно неплохого качества, это Новосибирск, в общем-то, который там, ну, он там в достаточно большое количество добавляется. Вот, молоко заменители, все тоже российские, абсолютно отвратительные, поэтому будем поить молоком животных. Вот, сегодня, сегодня они стоят столько же, сколько, сколько до кризис, до вот этой вот всей ерунды с курсом стоил импортный. Вот, от которого животные чувствовали себя очень даже хорошо, от нашей войны, они тоже себя чувствуют неплохо, но желательно все-таки, чтобы в декорационе молоко-то материнское не уходило. Поэтому касательно самих кормов, ситуация я считаю катастрофичная. У нас сегодня очень дорогие кормы. Сегодня у нас очень, у нас сегодня очень дорогие. Я не знаю, куда девается. Мы, Красноярский край, очень много производит фуражной пшеницы. По-моему, поскольку мне известно, в прошлом году мы были там лидером в сибирском регионе. Либо производим, откуда берутся такие цены, сегодня там, сегодня у нас пшеница уже 13 рублей килограмм, вот, откуда берутся такие цены, либо все вывозится, либо мы реально потребляем на внутреннем рынке, на храевом, достаточно много, что кому-то позволяют, что могут себе позволить растения и воды выставлять такую цену, значит, есть спрос. Либо у нас очень плохо, мало уделяется внимания регулированию этих цен. Я считаю, что если сельскохозяйственное производство субсидируется, в частности, растения и водство, сами понимаете, это не коров растить, если субсидируются, если у них получаются, если они получают, если они получают какие-то государственные субвенции, там, на ГСМ, на свои, там, эти пахоты, как они там у них называются, вообще не растение, и вот, значит, на уборочную и все остальное, значит, кто-то должен контролировать их ценообразование. Или то, что на рынок, на местный рынок должно уходить большее количество земля. Это ненормально, когда я получаю, причем у нас есть там своя торговля, мы с Алтая возим корма, потому что по соотношению цены-качества это минимум в два раза выгоднее, удобнее и лучше для животных, чем сегодня покупать красноярские корма. Ну, вот если в цифрах, да, ну, сколько средств надо вложить для того, чтобы получить продукт в виде козы, насколько я понимаю, и потом ее реализовать, и при этом, чтобы все это было не похоже на благотворительность, была какая-то маржа. Нет, знаете, если заставить перед собой задачу получить продукт в виде козы, я вот даже не знаю, каким образом это можно просчитать, какой это должен быть уровень подготовки у экономиста. Вот. На самом деле, для того, чтобы вести небольшое фермерское хозяйство, которое, я считаю, у меня свое отношение к этому делу, я считаю, что сегодня, вот если, если сегодня фермерское хозяйство, которому так много уделяется на федеральном уровне разговоров и говорили, не происходит, да, если это фермерское хозяйство, если этот фермер кормит еще 20 городских семей, да, этого фермера нужно просто носить на руках, и все будет хорошо, этих фермеров будет много, понимаете, и это, вот, не все надо, не надо бесконечно кричать о том, что пора строить вот очередной там, очередной комплекс на 70 тысяч голов с коровицы, понимаете, вот. касательно вложений, касательно вложений, их оценить вообще невозможно, никто не знает, что чем ты, собственно говоря, собираешься заниматься, есть абсолютно семейная ферма из двух человек, там муж с женой, допустим, занимаются там и ребенок, больше там 10 коров, они не смогут обслужить, вот, соответственно, для них существуют прекрасные программы, наши краевые, точнее программы федеральные, но они поддерживают из краевого бюджета в основном, это там программа из начинающей фермеры, если вы хотите, то есть там, по-моему, сумма гранта до 3 миллионов в этом году, то есть там своих затрат, своих средств всего 10 процентов, и можно с чего-то начать, по крайней мере, это какой-то толчок, это в том случае, если у вас, собственно говоря, опять же, есть земельный участок, потому что вы не можете получать государственную поддержку, если у вас нет участка сельхозназначения, все, понимаешь, может это будет 3 миллиона, может быть 5 миллионов, может быть, кто-то может и на 200 размахнуться, то есть это вот, у кого на что фантазии хватает, средств и кредитных ресурсов, потому что своих, я не знаю маленьких фермеров, которые работают на своих деньгах, у нас крайне нелояльны еще, у нас в региону много еще не повезло, на самом деле, у нас еще крайне нелояльны к малому фермерству банк, который вроде как по федеральной политике обязан поддерживать. – Ну, это общая проблема. Финальный вопрос, естественно, он касается планов, ну или некой стратегии того, как будет развиваться эта история в текущей экономической ситуации, поэтому я прошу сразу вот как-то так два плана, да, оптимистично и пессимистично. Говорю, план А, план Б. – Пессимистично остановиться на этом же уровне, потому что, прямо скажем, не все у нас так же плохо, можно там что-то отшлифовывать и так далее, да, в общем-то, и поддерживать на том же уровне, то есть, ну, наверное, все, наверное, было бы спокойнее и проще. Оптимистичный, оптимизм есть, то есть проект уже практически реализован, нам уже становится немножко, я думаю, что к году, к 18-му мне опять будет скучно, лично мне, да. Вот. У нас в следующем проекте, мы считаем, что где-то на заднем плане к нашей козьей ферме должна появиться страусинная, причем именно как коммерческий проект. – Астралия не отпускает. – Нет, на самом деле, я лично считал, либо я такой счетовод, конечно, но на самом деле, это возможно, что может быть интересно и даже рентабельно. То, что это будет интересно, то, что это будет смотрибельно, то, что это можно будет прикалываться, поездить, посмотреть, попоказывать населению, это однозначно. В плане экономической сущности получается вроде как, что да. На самом деле, страусятина достаточно неплохо. Первое, что она реально вкусная. То есть, ну, не надо есть страус, которому 15 лет. Потому что, вот, я тоже думаю, что я в 60 тоже не такой же нежный, если меня погрызть будет, если чем в 20, да. Вот. На самом деле, страусятина вкусное мясо. Я его неоднократно уже пробовал, причем последний раз, мы его пробовали в ноябре месяце, там, на одной выставке. Причем именно фермерское уже такое, это самое. Оно достаточно вкусное, оно достаточно диетическое, и не надо там, не такая это страшная, отрасль животноводства. Ну, у меня, правда, есть четыре этих, четыре шва на ноге. Потому что я там лично один раз попытался, попытался оказать услугу. То есть, когда человек не умеет этим заниматься, он не должен лезть, понимаешь, в свои дела. Потому что это животное, это страшно. Ну, во-первых, достаточно крупное. Да, ну, я там спокойненько подошел к двухмесячному страусенку и решил там что-то там с ним сделать, потому что я такой весь крутой, да. Он не так жибанул по ноге, что вот четыре шва. Вот. Поэтому, поэтому немножко опасно. А так вообще, на самом деле, я считаю, что если кто-нибудь эту ферму построит до меня, я не буду заниматься. Если никто не построить, придется. Что ж, большое спасибо за этот разговор. И я все-таки хочу поддержать твой градус оптимизма и рассчитывать на то, что все пойдет по оптимистичному сценарию. Это значит, что можно записать меня в очередь на попробовать немножко страусятина. Андрей Босуновский был у нас в гостях. Программа «Люди. Дело» у нас все. Всем пока, всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова